Спорт для крепких телом и сильных духом. В Михайловске прошел финал чемпионата по пауэрлифтингу. Он собрал профессиональных спортсменов и любителей со всей страны. Всего более 250 участников. Кому поддались тяжелые веса, расскажет Кира Рогожина. На два дня спорткомплекс в Михайловске стал центром спортивной жизни Ставрополья. Попробовать свои силы приехали спортсмены со всего края других регионов страны, а также из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. Ставропольчанин, мастер спорта по жиму штанги лежа Сергей Зверховский в их числе. В этот раз его ждет становая тяга с весом до 125 килограммов. Хотя спортсмен занимается пауэрлифтингом. Без малого 4 года он уже успел добиться высоких результатов. Признается, любовь к тяжелому спорту была с детства. Тяжелый спорт, он как бы развивает все качества мужские. Не только силовое, а дисциплина. Я считаю, что это правильно. Нагрузки силовые должны быть. Для мужчины это очень важно. Самому юному участнику чемпионата 12 лет, самому возрастному 55. Выступали атлеты в категориях любителей и профессионалов. Спортсменам предстояло продемонстрировать силу и выдержку в нескольких дисциплинах. Выполнить упражнения присед, жим, тягу в безэкипировочном и экипировочном дивизионах. Вышел на помост и легенда тяжелой атлетики Сергей Кошкин. Ему поддался вес в 220 килограмм. Пауэрлифтинг – спорт не только сильных мужчин, но и женщин. И ставропольская тяжелоатлетка Нина Мухортова – яркий тому пример. В этот раз она блеснула в народном жиме. Хрупкая девушка выполнила 56 подходов. Соревнования такого масштаба в Михайловске, да и, пожалуй, на Ставрополье, прошли впервые. Между тем, у организаторов далеко идущие планы – развивать это спортивное направление, а также привлекать молодежь. Они видят, что крутой человек не тот, который сидит на заваленке с бутылкой пива, а вот именно тот, который поднимает штангу. И у них меняется мировоззрение. Он уже не пойдет, испытывает сомнительное удовольствие, он пойдет в тренажерный зал. Что касается администрации, мы и дальше будем помогать, сотрудничать. Уверен, что еще у нас много проектов, которые мы реализуем. Одна из перспектив – проводить в городе аналог Всероссийского фестиваля силовых видов спорта и привлечь для этого спортсменов не только из пауэрлифтинга, но и из единоборств. Кира Рогожина, Ставропольское телевидение, город Михайловск.